инфекции и тому подобное. Паразиты К вашему вниманию мы предлагаем видеоматериал, отснятый на любительскую камеру, операцию на сердце в одной из российских больниц. Пациенты периодически беспокоили боли в области сердца, также наблюдались отеки нижних конечностей, головные боли, отдышка. Результат УЗИ показал развивающуюся опухоль на сердце. Решили делать операцию. Продолжение следует... Простой! Отцов включили? Зайдем на нее! Вторая верна! Угу. Чёрт, подождите. Маркс, тяните. Хирургически неверный, Хирургически? Хирургически неверный. Ножнички Ничего страшного Давай отсос Прибавьте разряжение Разряжение Аккуратно Ходи Сейчас и кровь может пойти Снимите, не убирай, подожди Снимаем Снимаем Куда это все Так, встаньте сюда Выключите отсос, что ли? Да, я выключил Все, ушло На, смотри Затормози очень быстро Быстро? Быстро очень, да, он не успел сфокусировать Надеюсь, снято Так, еще снимай Не спешите, газет А там нужно выдавить Поставь сюда Просто поставь сюда А что, больше нет? Только ты У нас не плюнь Салфетку положи сюда Замчатый пинцет Нужно немножечко разрез Не надо Ну, вообще, вот все Снимай, снимай, снимай Убери, снимай Убери, пока отсос Получается, что там не скипает Так, пролетело Попало Вот идет Не проткни только Нет, нет, нет Только не проткни Как видите, причиной нароста на сердце Явилась колония ленточных червей Появление которых не удивило врачей Так как в последнее время Такое встречается довольно часто Подобную проблему обнаружили Китайские врачи, проводившие операцию на животе Оказалось, что живот пациента растет не от жира А от огромного пузыря Колонии нематодов Это еще один кадр Только теперь глисты были обнаружены В беспокоящей мозоли на ноге Только оперативное вмешательство Помогло пациенту вновь встать на ноги Также очень часто личинки паразитов Которые прорываются изнутри сквозь кожу Принимаются за обычную сыпь или фурункулы Как, например, краснотелка подкожная Сейчас вы увидите уникальные кадры Как личинка прорывает кожу Для того, чтобы в момент откладывания яиц Под кожей иметь доступ к воздуху Избавиться от подобной проблемы можно только хирургическим путем Вот еще один случай В Соединенных Штатах в больницу позвонил пациент Жалуясь на то, что у него постоянно чешется глаз Он подошел к зеркалу, чтобы увидеть песчинку И каково было его удивление Когда в своем глазу он обнаружил нематода Который спокойно передвигался по глазному яблоку Человек испугался Он позвонил в больницу И, не дожидаясь врача, сразу поехал туда Однако за то время, пока он ехал Круглый червь успел уползти в мозг До этого случая пациент чувствовал Периодические головные боли Но не обращался к врачам И просто гасил боль таблетками Думая, что голова болит от давления, усталости Или на изменение погоды При детальном обследовании Оказалось, что его голова и все тело Буквально переполнены червями Пациент выжил Благодаря химиотерапии Только через 8 лет он смог избавиться от недуга Еще один не очень приятный случай Произошел с Дэвидом Келли из Сан-Франциско Который много лет профессионально занимался велосипедным спортом И объездил практически весь мир Все было хорошо, пока однажды он не проснулся ночью От того, что у него сильно чесалось в боку, в районе рёдер Через минуту зуд прошел, и он опять заснул На следующую ночь все повторилось вновь Но зуд усилился Каждую ночь кожа чесалась все сильнее и сильнее Через кожу стали сильно видны покрасневшие вены В итоге, через несколько дней он не смог спать И позвонил своему знакомому врачу Узнать, что это может быть Врач с сонным голосом ответил Что это, скорее всего, проявление аллергии На какой-нибудь продукт Или состав ткани, которую он носит Или на которой он спит Это может быть вызвано стиральным порошком Или реакцией на какие-либо лекарственные препараты В общем, скорее всего, это аллергия Рано утром бедолага купил какие-то лекарства И вскоре опять лежал в постели и пытался заснуть Приступ аллергии прошел, и он заснул Вскоре все симптомы опять повторились И Дэвид прошел обследование у врачей Диагнозом стал дерматит Дэвид исправно пил все лекарства против дерматита Пока однажды после тренировки ему не показалось Что покрасневшие вены на руках поменяли свой рисунок Он не мог в это поверить И для того, чтобы убедиться Отметил положение некоторых вен маркером Через несколько часов то, что он увидел Повергло его в шок Ни одна точка на его руке не совпадала С положением так называемых вен Оказалось, что они действительно передвигались Он помчался в больницу, где узнал, что под кожей У него перемещались нематоды Сразу после проведения сильной химиотерапии Кожа, где и раньше чесалась Покрылась волдырями и открытыми ранами При увеличении этих участков кожи Было видно, как черви покидают своего хозяина Сейчас этот человек рассказывает об этом с улыбкой Он счастлив, что оказался в числе тех немногих Кто смог в течение нескольких месяцев лечения Избавиться от этой проблемы Исходя из этих фактов, ясно одно В основном люди считают, что они здоровы Несмотря на частые симптомы присутствия паразитов В своем организме По данным Всемирной организации здравоохранения Разными паразитами в мире за последние 10 лет Заразились более 4,5 миллиардов человек В Европе это каждый третий житель А в Соединенных Штатах Америки 85-95% населения К началу 21 века ученые выяснили Что 95% людей на Земле заражены паразитами 99,9% людей, у кого есть домашние животные Включая даже грузунов и птиц Являются носителями паразитов На долю паразитарных заболеваний Приходится 14 миллионов случаев смертей в год Что составляет примерно 25%